Медиагруппа «Авангард» представляет Доброе утро, уважаемые коллеги! Я, Алексей Лукацкий, приветствую вас на прямом эфире «Соклайф». И сейчас я попробую подвести некие итоги первого дня, насколько это возможно, потому что вчерашний день был очень насыщенным. После двух лет практически перерыва мероприятия, которое в прошлом году проводилось в онлайн-формате, мы вновь собрались на живые дискуссии. У нас получилось достаточно много всего, четыре параллельных потока. Пришлось каким-то образом между ними перемещаться, чтобы для вас составить сегодня некий такой обзор того, что происходило вчера, но в любом случае я надеюсь, что вы сможете после того, как все материалы, все видеозаписи будут обработаны и выложены на официальный канал медиагруппы «Авангард», вы сможете, собственно, посмотреть то, что для вас является наиболее интересно. А начать обзор мне хотелось бы с пленарной дискуссии. Она действительно, как это часто бывает, задала некий тон. И двумя ключевыми и такими запоминающимися, наверное, фразами, которые прозвучали на пленарной дискуссии, были «мы не готовы» и «резистентность». Первая фраза, собственно, означает, что все меняется. То есть даже за тот год, который прошел с последнего сок-лайва, поменялось очень многое. Поменялась нормативка, поменялись злоумышленники, поменялась геополитическая ситуация, поменялись технологии, появились новые игроки, какие-то игроки ушли с рынка. И это приводит к тому, что мы должны, собственно, постоянно держать себя в тонусе для того, чтобы иметь возможность отражать атаки, которые на нас происходят. А число атак возрастает. Если посмотреть на статистику НКЦКИ, то за прошедший год по статистике Национального координационного центра по компьютерным инцидентам рост атак произошел на уровне 60%. То есть это говорит достаточно о многом. Хотя, конечно, можно всегда спорить о том, что является компьютерной атакой. И, например, почему у наших разных регуляторов разная немного терминология, что, к сожалению, не всегда позволяет нам подводить все к единому знаменателю. Например, у НКЦКИ используется термин «компьютерная атака», у органов внутренних дел используется, собственно, компьютерное преступление, статистику которых они недавно также озвучили. Центральный банк использует перевод денежных средств без согласия клиента. И вот это все не позволяет нам говорить о какой-то некой тенденции, которая бы могла отразить общую картину мира. Но в целом даже та цифра, которую озвучил НКЦКИ, она говорит о том, что действительно злоумышленники во время пандемии не сидели сложа руки, продолжали атаковать. И если, опять же, вернуться к докладу НКЦКИ, то с точки зрения тех сфер, тех отраслей, на которые положили глаз злоумышленники, можно назвать, наверное, следующее – это гусорганы. Но оно и понятно, гусорганы находятся в таком более привилегированном положении по отношению к нашим регуляторам и в СТЭК России, и ФСБ России в лице НКЦКИ. Своим, наверное, первым приоритетом берут с точки зрения защиты именно государственные и муниципальные учреждения, поэтому по ним накапливаются статистики, может быть, чуть больше. Ну и эти структуры, наверное, не так привыкли закрывать свою статистику по сравнению с предприятиями коммерческими, которые исторически не любят привлекать к себе внимание, поэтому какие-то цифры придерживают, либо явно их занижают. На втором месте по версии НКЦКИ, с точки зрения чаще всего атакуемых отраслей, вышла промышленность, что тоже понятно, это связано и с законодательством о критической информационной инфраструктуре, которая, собственно, требует, чтобы все субъекты КИИ, у нас любая организация, которая работает в 13 сферах деятельности, которые перечислены в 187-м федеральном законе, является субъектом КИИ, и даже если она не имеет значимых объектов, КИИ обязана в любом случае подключаться к госсобке и, соответственно, передавать туда статистику о инцидентах, которые фиксируются на объектах КИИ, даже незначимых. Поэтому очевидно, что промышленность, которая является таким, наверное, наиболее ярким представителем сферы критической инфраструктуры, стала второй по популярности сферой, на которую НКЦКИ фиксирует рост атак. Третья сфера, она традиционная, это финансовые рынки, финансовые организации, это не только банки. Как мы помним, после слияния Центрального банка с Федеральной службы по финансовым рынкам, с ФСФР, под Центральный банк попали и большое количество некредитных финансовых организаций, страховые, и государственные пенсионные фонды, и ломбарды, и микрофинансовые организации, и они все также по требованиям Центрального банка обязаны незамедлительно сообщать об инцидентах уже в Финцерт, ну а Финцерт, соответственно, обменивается данными с НКЦКИ, поэтому, когда НКЦКИ говорит о росте числа атак, числа инцидентов в финансовой сфере, соответственно, они опираются на статистику Центрального банка, поскольку многие организации финансового сектора подключаются не напрямую к НКЦКИ, а в соответствии с договоренностями между Центральным банком и ФСБ, имеют возможность подключаться только к Финцерту, а, соответственно, Финцерт уже сам передает эту статистику в НКЦКИ. Но то, что достаточно интересно прозвучало в докладе НКЦКИ, то, что число обращений Финцерт со стороны подопечных Центрального банка сократилось на 43%. Это достаточно удивительная цифра, которая еще требует определенного осмысления, и, возможно, на грядущем феврале Магнитогорском форуме по информационной безопасности финансовых организаций этой цифре будет дано объяснение, потому что сейчас существует множество разных версий о том, почему почти двукратное сокращение числа обращений финансовых организаций в ЦБ при росте числа атак на финансовые организации. Либо каким-то образом финансовые организации пытаются обходить необходимость уведомления Центрального банка, либо, опять же, это связано с той нестыковкой в терминологии, о которой сообщает финансовая организация своему регулятору и терминологии, которой пользуются НКЦКИ. Поэтому получается, что статистика, ну, может быть, она и имеет некий общезнаменатель, но цифры разнятся, и разнятся достаточно существенно. То есть рост плюс 60%, а спад по финансам организации минус 43% по количеству обращений. Поэтому к этой цифре еще нам придется вернуться. К сожалению, не удалось, как говорится, заслушать начальника транспортного цеха. Представителей Центрального банка на форуме не так много, по, наверное, пока необъяснимой причине. Возможно, какие-то государственные дела оторвали представителей Центрального банка от участия в форуме, и нам не удалось, собственно, заслушать ни какие-то данные по статистике, связанным с инцидентом, ни какой-то заслушать практики и полезных советов, лайфхаков, как бороться с инцидентами, как реагировать на инциденты в финансовой сфере, которыми мог бы поделиться наш основной финансовый регулятор. Ну, а мы вернемся к основным отраслям, на которые у нас злоумышленники в этом году и в прошлом году нацелились активно, и четверку замыкает здравоохранение. Как это не удивительно, еще год назад, может быть, два года назад можно было говорить, что здравоохранение, ну, не является таким уж очень интересным для злоумышленников сектором, потому что там нет прямых денег, там информация, ну, достаточно специфическая, но мы видим, что Россия в этом плане сегодня догнала, наверное, весь прогрессивный мир. А в прогрессивном мире у нас здравоохранение тоже является в фокусе у злоумышленников, которые достаточно активно атакуют, заражают шифровальщиками как государственные, так и частные клиники, различные фармкомпании, различные исследовательские центры, особенно занимающиеся проблематикой ковида, требуют выкуп, крадут информацию, выкладывают ее в публичный доступ или просто приторговывают ею в Даркнете. Вот схожая ситуация происходит и в нашем здравоохранении, и не случайно вчера на форуме в первый день состоялось закрытое совещание, посвященное как бы новой концепции обеспечения информационной безопасности в сфере здравоохранения, которая была опубликована буквально там несколько недель назад. Ее, собственно, составным частям был посвящен закрытый доклад и обсуждение этого доклада за закрытыми дверями, поэтому как бы долго рассказывать об этом я не могу, да и не буду, но я думаю, те, кто имеет отношение к отрасли здравоохранения, может более подробно ознакомиться с тем, что делает сегодня министерство в этой сфере. Как минимум, мы столкнемся в ближайшее время созданием еще одного отраслевого, ну, можно назвать СОКа, можно назвать ЦЕРТа, то есть некого аналога ФИНЦЕРТа, но работающего в области здравоохранения, и там пока, наверное, название для этого центра такое обиходное еще не придумано, вряд ли мы все будем использовать какие-нибудь аббревиатуры, как это часто бывает у госорганов. Наверное, придумается что-то на уровне ХЭЛЦЕРТ, ну, или что-то такое, что будет привычно нам называть. Ну, а если посмотреть на концепцию, которая была опубликована, то мы поймем, что задача данного центра во многом идентична тому, что делает сегодня ФИНЦЕРТ для финансовых организаций. это выполнять некую методологическую роль, аккумулировать в себе данные об инцидентах, которые происходят в сфере здравоохранения, и, соответственно, готовить какие-то рекомендации по тому, как с этими инцидентами бороться. Ну, и самое главное, оперативно распространять бюллетени об атаках, которые осуществляются на сферу здравоохранения, чтобы новые участники этого рынка, либо те, кто, к счастью, не столкнулся с действиями злоумышленников, успели привести свои информационные системы, свои средства обеспечения безопасности в состояние боевой готовности и смогли отражать новые способы атак, новые техники, тактики, которые используют злоумышленники, о которых новый отраслевой центр мониторинга компьютерных атак будут сообщать по отрасли здравоохранения. Правда, пока не до конца понятно, как он будет в итоге функционировать, будет ли он совсем открытый, либо он будет по сложившейся за последний год практики, будет иметь, ну, не то чтобы грифованные какие-то вещи, но многое из его активности будет закрыто и доступно только для тех, кто прошел определенную процедуру проверки подлинности. В принципе, это достаточно нормальная практика для отраслевых центров, которые у нас там по традиции называются ЦЕРТами, в Соединенных Штатах Америки они называются АИСЭКами, Information Sharing and Analysis Center, задача которых обмениваться в рамках своей отрасли, как бюллетенями о тех или иных инцидентах, бюллетенями, содержащими те или иные индикаторы компрометации, и рекомендациями, как бороться с теми или иными инцидентами. Ровно та же самая практика перенимается и у нас. И если до недавнего момента времени в России был только один отраслевой ЦЕРТ, принадлежащий Центральному банку, там я не рассматриваю НКЦКИ как отраслевой, он охватывает как раз все сферы, то у нас сейчас появляется второй ЦЕРТ при Минздраве. Соответственно, сегодня на одной из секций возможно будет разговор о ЦЕРТе, который создается в рамках российской энергетики. Об этом тоже достаточно давно идут разговоры. И, в принципе, процедуры все вышли на финишную прямую. И, возможно, уже в следующем году заработает ЦЕРТ в электроэнергетике. И также, возможно, в следующем году появится еще один отраслевой центр мониторинга, центр реагирования, центр, выполняющий функцию методолога для своей сферы. Это ЦЕРТ для промышленности. По крайней мере, такие разговоры достаточно давно ведутся. Есть клуб по безопасности в сфере промышленности. На базе этого клуба как раз и планируется создавать, насколько мне известно, такого рода ЦЕРТ. Поэтому вот этот год и следующий, я думаю, пройдут у нас под знаком неких таких отраслевых ЦЕРТов, которые будут собирать данные об инцидентах. То есть мы видим, что вот эти четыре сферы – ГАСУХа, промышленность, финансовые организации и здравоохранение – сегодня по статистике НКЦКИ у нас находятся в прицеле злоумышленников. И вот эта тема отраслевая, она нашла свое отражение и в вчерашнем выступлении заместителя директора ВСТЭК Лютикова Виталия Сергеевича, который упомянул, что они планируют реализовать, ну, может быть, не схожую, хотя никто не говорит, что она схожая, но, на мой взгляд, она практически идентична к концепции иерархичности, которая принята в ГОСОПКИ. Когда у нас есть головной центр ГОСОПКИ, у нас есть региональные центры, у нас есть отраслевые, ведомственные, корпоративные центры, которые, собственно, подчиняются головному. Вот ровно ту же самую концепцию ВСТЭК сейчас пытается реализовать в части именно киишной тематики. И если раньше, собственно, по всем вопросам все субъекты КИИ, а у нас их несколько десятков тысяч, писали запросы, ну, кто не боялся, в сторону ВСТЭК, то, понятное дело, что ВСТЭК в условиях нехватки ресурсов не способна была в оперативном режиме отвечать на все вопросы, особенно в условиях, ну, далеко не всегда четкого законодательства, которое допускает множество трактований. И нагрузка по вот этим трактовкам ложилась на центральный аппарат ВСТЭК, потому что региональные управления ВСТЭК, как с точки зрения субординации, так и с точки зрения там принципа от себя, старались все эти вопросы переложить на центральный аппарат, который, очевидно, не справлялся с этой нагрузкой. И вполне закономерно, что возникла идея, которая была реализована в виде изменения нормативной базы, что по отраслям за ответы на вопросы, связанные с реализацией законодательства, будут отвечать отраслевые министерства или федеральные службы или агентства и так далее, а уже какие-то глобальные вопросы будут разруливаться непосредственно в СТЭК России. Вот такого рода иерархия вчера еще раз была озвучена. То есть можно уже, наверное, с уверенностью говорить о том, что вот эта концепция отраслевого деления, она прочно вошла в нашу жизнь и как по линии ЦЕРТов и, соответственно, реагирования на инциденты, так и по линии разъяснения вопросов законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры. Вот эта отраслевая концепция сегодня будет реализовываться. Также достаточно традиционно уже из уст представителей СТЭК прозвучала проблема, связанная с кадрами, но она чуть расширилась. Если в прошлые годы звучало, что в России не хватает кадров в области информационной безопасности, и, наверное, каждый из специалистов, который работает в этой сфере, может подтвердить этот факт и может сказать, что он либо сам сталкивается с тем, что его постоянно кто-то хайрит, пытаясь переманить на большую зарплату и на какие-то плюшки, которые ему не дает текущий работодатель, либо если вы являетесь работодателем или руководителем и стоите перед вопросом, где нанять специалистов, то вы прекрасно знаете, что нанять специалистов тоже непросто, и далеко не всегда даже зарплата играет ключевую роль. То есть даже попытка предложить зарплату в два конца, больше по сравнению с текущей, далеко не всегда мотивирует специалиста перейти к новому работодателю, и он смотрит и на интерес в работе, насколько интересными вещами он будет заниматься, и насколько удобный график работы, и место работы, и возможность удаленки, и возможность как бы обучения, и своего там повышения профессионального уровня. То есть смотрит на достаточно большое количество вопросов, и вот этот ажиотаж на рынке труда, наверное, будет только усиливаться, учитывая тот курс на цифровую трансформацию, а это еще такой жупел, который в прошлом году и в этом году, и на мероприятии, на пленарке особенно он звучал неоднократно, этот жупел достаточно активно развивается, он заставляет многие организации, в первую очередь государственные, госкорпорации, и не только внедрять различные новые технологии, переводить бумажные документы обороты на цифровые рельсы, и как следствие возрастает площадь атаки, и возрастает необходимость в новых, не только технологиях, не только в новых решениях, но и, соответственно, в кадрах, которые будут работать с этими решениями и технологиями. Вот эта проблема с кадрами, она озвучивается из года в год, правда, к сожалению, никто не озвучивает вариантом решения этой проблемы. Кто-то пытается разрабатывать профессиональные стандарты, которые описывают требования к специалистам, но, на мой взгляд, такого рода стандарты только сужают эту сферу, а ни в коем случае ее не расширяют, потому что устанавливаются требования, которые не всегда способны выполнить люди, работающие в этой отрасли 10-20 лет, ну и даже год и два, особенно если они пришли не из сферы IT, а таких достаточно много, тем более если они пришли не из сферы информационной безопасности, соответственно, они не имеют ни высшего образования в этой сфере, и, может быть, даже не проходили профпереподготовку, там, на курсах, имеющих соответствующую аккредитацию. И по формальным признакам они не могут у нас заниматься информационной безопасностью, что, в общем-то, тоже является определенной такой проблемой на рынке труда. То есть у нас зачастую, говоря о нехватке специалистов, регуляторы одной рукой пытаются подвинуть отрасль в сторону роста такого рода числа специалистов, с другой стороны, закручивают гайки и усложняют жизнь специалистам, которые вынуждены заниматься получением кучи всяких сертификатов, дипломов государственного образца, чтобы доказать, что они имеют право называться специалистами по информационной безопасности. Но к проблеме кадров и нехватке специалистов вчера добавилась еще и проблема нехватки преподавателей. И это действительно проблема, она не то чтобы новая, она существовала и 10, и 20 лет назад. Действительно, преподаватели у нас часто немного оторваны от жизни, потому что они занимаются преподавательской деятельностью и не работают в бизнесе, не работают на местах, не сталкиваются с реальными проблемами безопасности. А как только они уходят в бизнес, им становится зачастую неинтересно заниматься преподавательской деятельностью, которая, не скроем, по деньгам гораздо слабее поддерживается, гораздо ниже оплачивается, чем роль специалиста по информационной безопасности, даже уровня джуна, не говоря уже о каких-то руководящих должностях. Поэтому проблема с кадрами, она является там главенствующей. И сегодня на форуме об этом также будет говориться и о подготовке кадров, и, соответственно, о выгорании сотрудников, ну и о тому подобных вещах. Вот, поэтому кадры, как и отраслевая привязка, и рост числа атак, это то, о чем говорилось достаточно много вчера. Также, если вот взять за такой некий триггер, слово говорили, форум вчера тоже немного отличился от привычного формата, учитывая, что в отличие от прошлого года, когда у нас было два потока, от позапрошлого года, когда было три потока, в этом году у нас четыре потока, что связано не только с желанием многих компаний, специалистов выступить, поделиться своим опытом, но и расширением форматов. И когда вы будете пересматривать те же самые презентации, которые выложит медиагруппа «Авангард» на официальном сайте форума, вы увидите, что по многим секциям презентаций просто нет. Это не злой умысел, просто такой формат. И достаточно много было вчера круглых столов и про Даркнет, и насколько изменился черный рынок, связанный с киберпреступностью. И там не было презентаций, там были именно дискуссии, ответы на вопросы и так далее. Это, собственно, секция, связанная с регуляторами, где не было презентации, были ответы на вопросы отрасли, которые собирались в медиагруппы «Авангард» через сайт и озвучивались на форуме. И регуляторы отвечали на вопросы от отрасли. Может быть, не всегда так, как хотелось бы отрасли, но такова уж роль регулятора. Он далеко не всегда делает то, что от него хочет отрасль, и делает то, что от него хочет государство. А интересы государства, отрасли и отдельных участников этой отрасли далеко не всегда совпадают. Поэтому я рекомендую после того, как форум закончится, и будут выложены записи на официальном канале YouTube медиагруппы «Авангард», посмотреть еще и дискуссии, которые были тоже местами достаточно интересны. И там было много всяких лайфхаков рассказано по вопросам, связанным с деятельностью СОКов. Также вернусь к слову «резистентность», которое было озвучено на пленарке. Как мы помним, это слово означает сопротивление или сопротивляемость. В медицине, в биологии это означает сопротивляемость организма всяким вредоносам, вирусам, инфекциям и так далее. Но если применить его к информационной безопасности, эта резистентность у нас имеет прямое отношение к регуляторам, которые немного сопротивляются тем веяниям и тенденциям, которые происходят на рынке, и игрокам рынка, которые сопротивляются тем нормативным требованиям, которые пытаются спускаться сверху регуляторами. Ну и, конечно, собственно, всей отрасли, которая пытается сопротивляться тому, что происходит по ту сторону баррикад. И то, о чем говорили представители НКЦКИ, а также других компаний, присутствующих на форумах с точки зрения изменения трендов и активности злоумышленников, о росте активности которых говорилось неоднократно, в том числе и в различных докладах. Также, если вновь вернуться к некой статистике, к некому обзору трендов, то достаточно традиционно, но тоже интересно, прозвучали некие такие подводящие итоги года уходящего цифры и данные от НКЦКИ, о том, что в тройку основных векторов атак, с помощью которых злоумышленники проникают в корпоративно-ведомственные сети, у нас вошли фишинг, а также использование уязвимости на периметре. То есть эти два вектора, они, наверное, были упомянуты всеми ключевыми игроками рынка, и помимо НКЦКИ, и лаборатории Касперского, и Positive Technologies, и Rostelecom Solar, и компания Bizon и так далее. Все упоминали именно про эти два вектора. Дальше история немного разнится. У кого-то детализировалось вплоть до уязвимости веб-сервисов, у кого-то использовались какие-то другие атаки. Но вот фишинг и уязвимости периметра – это два основных вектора, которые позволяли злоумышленникам проникать внутрь корпоративных ведомственных сетей. По статистике НКЦКИ средне-медианное, обратите внимание, я говорю не арифметическое, а медианное время, в течение которого злоумышленники находятся внутри инфраструктуры, составляет 3-4 недели, то есть по сути своей целый месяц злоумышленник находится в сети, его никто не видит, что говорит о том, что пора пересмотреть устаревшую парадигму защиты вокруг периметра, и необходимо погружаться в мониторинг внутренней кампусной инфраструктуры, для того, чтобы своевременно выявлять проникновение злоумышленников, как через периметр, так и через личные мобильные устройства, так и через подброшенные флешки и тому подобные способы проникновения, у которых насчитывается там два десятка, хотя основным по-прежнему остается фишинг и уязвимости на периметре. А максимальное время нахождения злоумышленников в сети организации, о котором говорилось вчера в докладе НКЦКИ, это было три с половиной года, то есть представьте себе, три с половиной года злоумышленники сидели в сети организации, подозревая, что это была организация государственная, и ее, эту группировку или там несколько группировок никто не мог задетектировать, хотя, казалось бы, и требования позволяют это сделать, и инструментарий существует на российском рынке, которые позволяют это детектировать, но некие устаревшие подходы и парадигма защиты вокруг периметра, она приводит к тому, что злоумышленники в течение долгого времени остаются незамеченными. Три с половиной года, но это перебор. Хотя даже три-четыре недели это тоже немало, и эту цифру надо существенно снижать, и есть надежда, что по итогам форума, СОК-форума 2021 компании смогут извлечь уроки, получить какие-то лайфхаки, и, соответственно, применить эти лайфхаки в практике, и на следующий год НКЦКИ, возможно, поделится новой статистикой, и мы узнаем о том, что вот это медианное время нахождения злоумышленников внутри корпоративно-либо ведомственной сети стало не три-четыре недели, а, например, две-три недели, а, может быть, и одна-две недели, хотелось бы верить в том, что это произойдет. Вот, ну и, наверное, подходя к завершению такого обзора первого дня, мне бы хотелось еще обратить внимание на, с одной стороны, очевидную вещь, что все соки разные, и в докладах, которые были представлены вчера и будут представлены сегодня, говорилось о том, что действительно соки разные, но уже появляется некое легкое движение в сторону тренда, когда заказчиков, владельцев соков не устраивают коммерческие решения, которые они используют, и они готовы писать решение самостоятельно, либо брать open source и дописывать его под свои нужды, и это тоже некий знак разработчикам, вендорам, которые представлены сегодня на сок-форуме. До новых встреч, коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем серию прямых эфиров и интервью с ключевыми участниками сок-форума, и помимо, собственно, презентационной части, сможем в рамках такого диалога поспрашивать коллег людей о том, с чем, с какими проблемами они сталкиваются, какие достижения есть с точки зрения мониторинга угроз. И сейчас у меня в гостях Артем Кунгурцев, глава, назовем так, информационной безопасности, ДИД Москвы. ДИД Москвы – это как бы структура, которая отвечает за очень большое хозяйство. Вот, Артем, насколько большое хозяйство досталось тебе именно с точки зрения мониторинга информационной безопасности? Ну, правительство Москвы в целом, да, если рассматривать правительство как большую структуру, оно действительно, достаточно большое хозяйство. Это более 50 органов исполнительной власти города Москвы, само собой служба мониторинга в каждом отдельном органе исполнительной власти, она существует в той или иной степени, развивается исторически. Что касается Департамента информационных технологий, как, скажем так, ведущего органа по информатизации, цифровизации основных сервисов правительства Москвы, это, наверное, можно с уверенностью говорить, это более 100 с лишним государственных информационных систем и сервисов, более 80 систем персональных данных, с достаточно широкой, разветвленной инфраструктурой, которая, конечно, на ежедневной основе требует внимания, корректировки, в том числе не только по мониторингу информационной безопасности, но и обеспечению комплайнса, да, как мы это любим говорить, обеспечению организационной безопасности, потому что это есть требования регулятора, и адаптация к текущим новым условиям с точки зрения закона. Ну, вот, очень часто бытует такое мнение, что, там, госорган, орган государственной власти, это, там, а-ля только офисная сеть, но мы же прекрасно понимаем, что в условиях, там, той цифровизации, которую, там, реализует Москва, там, как один из лидеров этой цифровой трансформации, Москва, это в том числе и какие-то критические инфраструктуры, это и управление транспортом, это, там, электроэнергетика и многие другие вещи, это тоже попадает в, там, спектр, связанный с мониторингом информационной безопасности, или все-таки, там, в твоем хозяйстве, это все-таки в основном именно внутренние системы, назовем их офисными, хотя, может быть, это и не совсем правильно, но чтобы отделить, вот, офисную от критической составляющей, от управления какими-то процессами технологическими. Да, ну, скажем так, есть соответствующие законы Москвы, которые определяют порядок и ответственность хозяйствующих субъектов, с точки зрения руководителей органов исполнительной власти, которые отвечают ровно за тот спектр области действия, да, скажем так, область функциональной ответственности, да, которым вменен руководством Москвы, и в части этого они, конечно, безусловно, выполняют эти требования, осуществляют мониторинг, ответственность за, скажем так, за вопросы информационной безопасности в части все оказающиеся. Вместе с этим, конечно, безусловно, мы как департамент выполняем функции по координации контроля, в том числе по вопросам критической информационной инфраструктуры, которые, безусловно, у нас присутствуют. На каждом, ну, то есть применительно к каждому субъекту, да, либо объекту критической инфраструктуры требования государственного нам понятны, реализуемы и достаточно выполняются в том объеме, которое необходимо, а порой мы даже идем чуть вперед, да, видят те тренды, скажем так, те новации, которые идут с точки зрения регуляторов, мы пытаемся их услышать, пытаемся немножко идти вперед, вновь со временем, это и что касается критической инфраструктуры. Вся другая инфраструктура, конечно, она лоцирует, это не только, скажем так, по классике хосты, да, у нас есть триада, да, как говорят, хосты, логи и сети. Да, безусловно, в правительстве Москвы это все присутствует, и в каждом этом сегменте присутствуют свои подразделения, свои службы, которые отвечают ровно за мониторинг и реагирование на инцидент информационной безопасности. То есть, скажем так, некая эшелонированная и многокомпонентная служба информационной безопасности. Но есть вот этот централизованный СОКС, в который стекается абсолютно все? Нет, централизованного СОКСа нет, это понятная, скажем так, для нас управляемая структура. Ровно для этого мы в этом году подписали соглашение с ФСБ о взаимодействии со структурой национально-координационного центра. Мы организовали себе ведомственный центр, на который возлагается основная функция по координации и контролю, в первую очередь, инцидент менеджмента, который и будет координировать действия текущих СОКС, которые присутствуют в многочисленном, скажем так, порядке в структуре правительства Москвы. Ну вот ты предвосхитил мой вопрос. Как раз я хотел развить эту тему. Вчера представители Минздрава как раз рассказывали о том, что у них, как и в рамках НКЦКИ, как и у Финцерта, вот ровно такая концепция, что есть много-много разных СОКов в разных подразделениях и частных клиниках или государственных. И есть вот этот отраслевой центр или ведомственный центр, который консолидирует себе данные по инцидентам и отправляет их консолидировано в НКЦКИ. Соответственно, в ДИТИ примерно такая же идеология. Да, безусловно, мы велосипед не изобретаем. Это ровно требование регулятора. То есть мы видим ту политику, которую проводит государство через соответствующие службы, которые отвечают за вопросы информационной безопасности на федеральной повестке. Мы реагируем ровно таким же образом. Та схема, которая предложена регулятором, она адаптивна нам. Но дополнительно к этому мы видим все-таки возможность, скажем так, с нашей стороны на уровне ведомственного центра использовать, скажем так, те возможности, которые мы уже сейчас обладаем. Например, в области комплайнса. То есть мы обладаем огромной методической базой. Мы готовы и хотим помогать правительству Москвы всем соответствующим службам по подготовке регламентов во всех сферах. Это ИСПДН, это ГИСы, это критическая инфраструктура. Для того, чтобы мы, во-первых, разговаривали на одном языке. Наши документы были типовые, адаптивные, легкие к применению и понятные. Для того, чтобы мы работали в перспективе синергично. И нам было бы гораздо проще, как говорится, не на горе Голгофе. Это бы все происходило, чтобы все было понятно. Поэтому вот как раз комплайнс. Что можно добавить? Это вопросы, например, по разведке. То есть, безусловно, мы получаем от коллег из госсобки бюллетени. Мы получаем другую информацию о возможных атаках на инфраструктуру. Но мы ее дообогащаем. Дообогащаем, исходя из нашей специфики деятельности. Потому что, безусловно, владелец ресурсов, зная о себе какие-то отдельные компоненты, он может немножко эту историю дотюнить. Это замечательно работает. И вот мы это возлагаем функцию на ведомственном центре, возлагаем функцию по расследованиям. Потому что расследование, я бы так не назвал расследование, это технические разбирательства, наверное, все-таки в первую очередь. С точки зрения Уголовного кодекса. Потому что правами по оперативной деятельности мы не имеем, мы не стремимся их получать. Но именно технические разбирательства, когда идут сложные атаки, скажем так, межкомпонентные, между органами исполнительной власти. Межведомственные. Межведомственные, да. Либо, ну, ведомственные сложные, ну да, наверное, скорее всего. Либо когда атака идет сложная, вот межкомпонентная, вот правильная бы слово, когда идет атака достаточно сложная, использующая в себе много разных инструментов, в том числе социалку, безусловно, мы готовы подключаться, мы обладаем, опять же, определенной базой знаний, неким без практиксом, как это можно. И стараемся все-таки нашим коллегам помогать. Потому что в случае ограниченности все-таки полномочий, ресурсов, часто бывает, порой даже просто обычная коммуникация между двумя ведомствами, там, органами власти или подведами, это гораздо оперативнее, успешнее решать, на самом деле. Дополнительно можно сказать там про внешний контроль, это как анализ защищенности. Это тоже замечательный инструмент, который позволяет независимо от даже, скажем так, независимо от тех документов, которые ты имеешь, либо система аттестованная, система защиты, информация. Но так или иначе мир не стоит на месте, появляются новые уязвимости, появляются замечательные ребята, которые имеют те же ключики, но новые способы, механизмы открытия, этими ключиками наших инструментов, пытаться вскрывать наши ресурсы. Вот поэтому мы для этого работаем постоянно, постоянно не останавливаясь, проверяя, проверяя, проверяя и переводя это в некий менеджмент, который у нас есть. Спасибо. Ну вот ты мне сейчас как раз подкинул два вопроса. Первый, вот когда ты сказал, что вы от коллег из НКЦКИ получаете там данные по Сред Интеллидженс, вот существует некое, может быть, заблуждение относительно того, что госорганы у нас ломать незачем. То есть если мы не говорим вопросы, связанные с гостайной, там военной тайной и тому подобными вещами, то вот буквально недавно в Питере проходил форум с министрами цифрового развития регионов, где многие говорили, что ну вроде как да, атаковать как бы и нечего. Но с другой стороны, если мы посмотрим на тот же самый американский или европейский опыт, там государственные, там муниципальные структуры ломают хвосты в гриву, запускают шифровальщиков, потом требуют выкупы на большие суммы. Вот какова картина, если это вообще можно говорить, для чего атакуют госорганы, чего там пытаются достигнуть злоумышленники. Одно дело там банк ломать, понятное дело, там деньги вывести, там критичную инфраструктуру более-менее понятно, опять же, вывести из строя систему какую-то. Для чего ломать орган государственной власти? Ну, в первую очередь, как мы, я уже на протяжении года об этом говорю, это в первую очередь репутационные риски. Безусловно, это имеет за собой определенный эффект, потому что, как правило, даже за какими-то публикациями об утечках стоит в первую очередь некая пиарная история. То есть, как правило, до утечки-то не произошло. Но цели, это, безусловно, какие-то некие репутационные, неважно, это политические, геополитические риски, это всегда, это всегда некая заказная история, за которой кто-то стоит. И неважно, какие инструменты для этого применяются, инструменты с точки зрения информационной безопасности, каким образом происходит атака. Как правило, всегда цель одна, нанести репутационный риск. Это вот один вектор. Если мы говорим про второй вектор, это данные. Безусловно, данные, данные наши, наши с вами. То есть, безусловно, государство, исполняя свои государственные функции, государственные услуги, оно является владельцем большого количества информации, которое так или иначе цифровому рынку интересно. Интересно, потому что этот рынок сформировался достаточно давно, он работает на вполне понятных своих уже условиях, он очень быстро монетизируется для таргетинга, для маркетинга, для мошеннических схем. Ведь те люди, которые нам звонят по телефону и, зная о нас все, они откуда-то это берут. Вот. Это тоже цель. То есть, как правило, скажем так, когда мы смотрим с точки зрения атаки на атакующего на стороны, мы должны четко понимать, что здесь либо репутационный риск, либо у тебя хотят забрать данные. То есть, иного не дано. То есть, неважно, какая там группировка, это маленький хакер или большой хакер, как правило, цели всего две. Спасибо. А вот если развить эту тему, так очень хорошо у нас идет дискуссия, гипотетически, там, представим, что в Телеграме есть канал, который торгует, например, украденной электронной почтой чиновников. И, соответственно, в этом канале вдруг появляется объявление, что вот экспонируется переписка какого-нибудь там чиновника, ну, допустим, из правительства, там, какого-то субъекта федерации. А вот, это же репутационный ущерб, если эта почта выйдет наружу, а если там еще и какая-то конфиденциальная информация, то это там соответствующие статьи можно применить. Вот. И способ борьбы, он вроде очевидный, что раз это экспонируется, это можно купить и, соответственно, это уберут из экспонирования, либо пытаться привлекать там органы внутренних дел или, опять же, коллег из ФСБ, которые проведут там свои оперативно-рыскные мероприятия, и если повезет, они найдут источник, кто торгует. Но вот на твой взгляд, какой сценарий мог бы быть правильным в этом случае, вот идти тем, кто пусть расследует или попробовать заплатить, чтобы эта информация вообще не утекла. Потому что пока расследует, ведь она утечет, ее кто-то купит, выложит и пойдут репутационные риски. Алексей, но мы с тобой не первый день в рынке работаем, и я думаю, не открою какую-то тайну о том, что публикация о какой-то утечке, как правило, это уже носит некий запоздалый характер, потому что когда информация уходит, она монетизируется в ближайшую неделю. И они, как правило, никто не... в узких кругах эта информация становится доступна, потому что что-то куда-то утекло. Злоумышленник, в первую очередь, если он не несет задачи нанести репутационный ущерб, а как правило, если данные уходят, ее сначала продают. Продают, а потом уже она используется туда или... так или иначе. Ее продадут, перепродадут. То есть нужно исходить из этого, что когда к тебе приходят и говорят, мы у вас унесли данные и вы нам заплатите, ну, 99,9% что это информация, опять же, золотое правило, все, что оказалось в интернете, в интернете осталось. Посему, как бы, какой смысл за что-то платить, если это доступно уже многим. Поэтому необходимо в первую очередь сделать выводы, провести понятный реверс-анализ, куда. Второе, рискориентированный подход никто не отменял. Ну и в третье, самое главное, у нас есть в конечном итоге уголовный кодекс, которым нужно придерживаться. Отсюда, там, я могу сделать вывод, если я не прав, ты меня поправь, что ты противник платить вымогателям, когда шифровальщик попал в инфраструктуру за восстановление доступа. Если, допустим, нет бэкапов, а зломышленники говорят, вот вы заплатите, мы вам вернем все данные, и вам не надо их будет восстанавливать, непонятно откуда. Потому что, это такая дилемма, у разных специалистов разная точка зрения, платить или не платить. Ну, во-первых, может быть и коммерческий рынок как-то реагирует на это, более дифференцированно, да, с точки зрения, все-таки являясь представителем государственного органа, я думаю, это будет правильно с террористами, переговоры, ну, в данном случае, как рынок будем создавать, будем каждый раз платить и создавать рынок для того, чтобы он появлялся. Ну, наверное, это не очень правильно. В конечном итоге, мы работаем в правовом поле, и ровно для этого и существуют наши все и Конституция, и Уголовный кодекс, и все другие федеральные законы, которые нам четко говорят, как нам действовать в той или иной ситуации. Поэтому платить нет. Нужно разбираться в причинно-следственной связи, обстоятельствах, установлении виновных лиц и идти в рамках правового поля для того, чтобы эта ситуация как минимум не повторялась, а в идеале найти того злоумышленника и привлечь его к соответствующей ответственности в рамках кодекса. Административного либо уголовного. Окей. Тогда в продолжение темы, как ты относишься, как представитель госоргана к программам Бакбаунти? То есть сейчас ведь эта тема, и там, национальный киберполигон заявляет о том, что они хотят запустить Бакбаунти, и там, коммерческие компании заявляют, что они хотят запустить. Безусловно. И тем более, что есть опыт, может быть, не у Дита, а у ЦИК, который ДЭК запускал на Бакбаунти? Я бы в данном случае рассказал, выразил бы даже несколько свою частную, наверное, позицию, несколько, офф-топ. Ну, я думаю, она не сильно будет как-то диссонировать даже с, скажем так, с той позиции, которую я там с точки зрения должности занимаю. о Бакбаунти, это, наверное, все-таки благо, да, безусловно. Как ее устроить в систему взаимоотношения государства бизнеса, да, это вопрос дискуссионный, на самом деле. Я думаю, в перспективе мы к этому подойдем, потому что рынок не стоит на месте. Мне бы хотелось, например, как заказчику, да, я выполняю государственные функции, государственные услуги, в том числе, в электронном виде. Я трачу государственные деньги в отношении наших граждан, чтобы они эти услуги получали качественно, на качественных инструментах российского вендора. И я хочу, чтобы это решение, которое мне продали, оно было максимально защищено. И если эта компания российская, скажем так, вот такой замечательный термин, имеет достаточно высокую социальную ответственность, она ориентирована на государство, на население. Было бы замечательно, чтобы эта компания даже сейчас, да, не подталкиваясь со стороны государства, и такие кейсы есть по рынку, мы их прекрасно знаем сейчас, без упоминания вендоров, да, открыла программу, хотя бы в рамках некого гарантийного срока, программу безвозмездного, да, это же, ну, по-русски назовем, это программа возмездного поиска уязвимости в продукте. Тем самым, что я получаю? Я получаю продукт более защищенный на период моего использования в рамках гарантийного срока. Но это в том случае, если продукт покупной, но ведь сейчас там в рамках вот этой цифровой трансформации многие пишут код сами, и здесь как бы не разработчик должен там социально быть ответственным, а, собственно, разработчик, а это, как правило, сам госорган же и пишет. Вот как здесь быть? Когда госорган сам пишет, ну, таких на самом деле я... Ну, госорган, госкорпорация, то есть компания, которая существует на деньги государства, таких сейчас достаточно много. Ну, таких исключительных случаев вот прям на гора мы наберем. Я сейчас просто вот так жирным провел мазком, то есть к этой теме я достаточно положительно отношусь. Есть исключительные, возможно, случаи, которые потребуют, да, какого-то детального, более глубокого осмысления с точки зрения там специалистов и закупщиков, наверное, и юристов, потому что это очень тонкая тема. Почему? Потому что, опять же, мы понимаем, что внедрение программы бэкбаунти на этапе разработки, она повлечет в любом случае за собой изменение себестоимости продукта для рынка, да, то есть где-то нам скажут, что это снижение конкуренции по рынку, да, потому что команды разные, есть стартапы, есть более развитые компании, но это не значит, что к этому нельзя идти. К этому возможно идти. Не обязательно, что нужно, но это возможно, это дополнительный нам всем плюс для того, чтобы мы получали более совершенный продукт, в который мы совместно будем инвестировать. А вот еще вопрос, он также касается именно там текущих трендов. Буквально недавно появился законопроект о гособлаке, вот, и, собственно, министерство цифрового развития активно продвигает, ну, и не только министерство, идею, что там все органы государственной власти уйдут в гособлако, чтобы там не тратить государственные деньги, все это было на единой платформе. Вот какие риски там ты видишь, если вы оценивали эти риски с точки зрения ухода в чужое облако и разделения ответственности с владельцами этого облака, это же как бы уже не ваш сервис, а по сути своей, на чьей-то платформе вы будете разворачивать свои приложения, хранить там свои данные. И если там, не дай бог, что-то произойдет, отвечает-то все равно конечный там пользователь, который обратился в это гособлако. То есть вы. Вот насколько вы сейчас к этому готовы, или вы пока присматриваетесь? Пока мне это очень сложно комментировать, ну, в силу того, что, да, мы знаем о данном направлении движения, но все-таки хотелось бы более детально понять. То есть есть, опять же, мы понимаемые риски, как у коллег, я думаю, с Минцифрой, так и у нас. Это время покажет, это вопрос дискуссионный, и я думаю, вполне себе он, скажем так, будет более понятен и реализуем ровно тогда, когда мы немножко чуть ближе начнем входить в эту историю, понимание, что это за сервис, и где разграничение прав и ответственности, потому что все-таки данные, это такая очень... Чувствительная история. Да, чувствительная история, потому что процессы есть разные, и к этому нужно относиться более внимательно. Окей. Спасибо, Артем. Я хотел бы сказать спасибо всем нашим зрителям и Артему Кунгурцеву, главе кибербезопасности ДИТО Москвы, за ответы на вопросы, и большое спасибо, и пусть этот год будет безопасным, и следующий тоже. Спасибо, Алексей. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем серию интервью с ведущими участниками СОК-форума 2021, и у меня в гостях Муслим Меджлумов, директор блока управляемых сервисов компании Bizon. Муслим, приветствую. Приветствую, Алексей. Первый вопрос у меня будет, как ты оцениваешь год уходящий с точки зрения тематики мониторинга ИБ? Вот поменялось ли что-то по сравнению там, может быть, не с прошлым годом, а с 2019 годом? Либо мониторинг, тема такая, она не зависит от внешних факторов, от ковида и от всех этих пертурбаций, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ну, смотри, мне кажется, что ты, наверное, ожидаешь услышать какие-то вещи в части тенденций общих. Здесь мне сложно сказать, что поменялось на рынке мониторинга вообще. Скорее я могу дать какую-то оценку того, что происходило у нас. И с какими проблемами мы, наверное, для себя сталкивались, какие задачи решали на текущем этапе развития. И что точно могу отметить, и мне кажется, отмечаю, что кажется, что с этим же сталкиваются и наши коллеги, это готовность рынка потреблять облачные либо управляемые сервисы, конкретно сервис мониторинга. И это, соответственно, приводит нас к той проблеме, с которой мы столкнулись, проблема капасити. То есть даже понимая, что и как делать, ты, соответственно, знаешь, похоже примерно как на игру, знаешь, вот когда ты бьешь молоточком в одно место, забиваешь, как бы выскакиваешь в другом. То есть ты решаешь проблему узкого горлышка, связанную, там, не знаю, предположим, с аналитиками первой линии, устраняешь, у тебя появляется узкая горлышка, там, на уровне сервис-менеджеров, еще кого-то. В общем, это постоянно такая история, связанная с устранением узких мест. Поэтому, наверное, очень большой объем наших усилий мы в этом году потратили на автоматизацию. Это, с одной стороны, решает проблему как бы нехватки ресурсов, потому что ты как бы улучшаешь или повышаешь эффективность. С другой стороны, это решает проблему алерт-фатик, когда как бы от рутинных операций как бы ты вынужден терять сотрудников просто потому, что они выгорают. Вот. И с третьей стороны, это позволяет выполнять операции быстрее, например, где-то это операции подключения источников, их профилирование и так далее. Поэтому мы на текущем этапе своего развития, наверное, как бы для себя главной такой проблемой задачи видим проблему капасити, пережевывать тот спрос, который есть на рынке, потому что в рамках пайплайна, который у нас сейчас сформировался, это 3 месяца плюс. Как бы что не может не радовать с точки зрения коммерческой составляющей, но что как бы ставит перед нами новые какие-то вызовы. Если можно, еще я раскрою как бы чуть-чуть шире, как бы да, из интересного, ты проходя определенные развилки, устраняя определенные узкие места, сталкиваешься с какими-то неочевидными как бы для себя проблемами, например, контент. Мы с самого начала всегда думали, что как бы, ну, контент это наш IP, как бы да, контент это то, что отличает как бы один сок от другого, ну, понятно, что не только, но он, собственно, добавляет этого качества детекта, соответственно, мы долго искали такую оптимальную конструкцию, как этот контент необходимо разрабатывать, кем необходимо разрабатывать, изначально как бы строили иллюзии, что должен быть какой-то специальный человек в роли контент-менеджера, не нашли его, и теперь это такая смешанная история, где работают над ним аналитики второй и третьей линии, и в рамках спринтов, как бы, соответственно, коллеги его пишут. Ну, дошли до того, что сейчас, на текущий момент, у нас в библиотеке сценариев 1100, и вот, собственно, с одной стороны, покрываешь хорошо и техники, тактики, разные сценарии реализации угроз, с другой стороны, это приводит к тому, что у тебя увеличивается количество алертов, которые генерирует твой СИЭМ, и ты увеличиваешь нагрузку на первую линию, соответственно, как бы, ты создаешь, как бы, тем самым себе дополнительную проблему, поэтому в какой-то момент времени ты должен либо останавливаться, либо пересматривать подходы и работать больше над качеством этого контента, над автоматизацией, опять же, обработкой тех алертов, которые есть, возможно, реализации механизмов директ-алертов и так далее. То есть не всегда то, что кажется, как сказать, классной, крутой вещью с технологической точки зрения, на операционном уровне как бы позволяет тебе спокойно существовать. То есть нужно как-то балансировать, говорю, все время устранять узкие места. Ну, наверное, опять же, сейчас не хочу еще примеров накидывать, но их множество. Для нас, наверное, это такие вот два основных момента. Повторюсь, чтобы сформировать целостную картину. Это работа над capacity-моделью и работа над качеством того контента, который мы... То есть он действительно... Это не означает, что он до этого был некачественный, как бы это означает то, что мы в работе над этим контентом как бы уделяем внимание и всему жизненному циклу, понимая то, что мы создаем нагрузку для аналитиков, поэтому лучше надо профилировать, лучше нужно тюнить, возвращаться к тому, что написано, актуализировать эти правила и так далее. Окей, спасибо. А смотри, вот есть всякие международные отчеты по сокам, которые говорят о том, что если поделить соотношение соков, которые используют какой-то коммерческие инструменты и соков, которые пишут или дописывают под себя инструментарий на базе open source либо что-то аналогичное, то где-то вот один процент и почему-то эти соки считаются лучшими в мире по там и качеству услуг, и скорости реакции и так далее, это, как правило, нечто самописное. И на одном из мероприятий по управляемым сокам, где как бы участвовал Таймур Хирхабаров, он ну, либо проговорился, либо это там не является какой-то коммерческой тайной секретом, что в Бизоне практически не осталось каких-то коммерческих решений, кроме может быть пока еще Сиема, а все остальное разработано уже самостоятельно, в том числе не только для того, чтобы решать там какие-то свои сугубо внутренние задачи и там более гибкие инструменты иметь для работы вот с растущим числом заказчиков, но и бороться с санкционной потенциальной тематикой, потенциальными рисками, когда невозможно будет приобрести вот эти решения. Это действительно так? У вас практически весь стэк самописанный, ну или там дописанный? Ну, как бы здесь я могу сказать, что Таймур не проговорился, это действительно так, мы этого не скрываем, мы стараемся быть максимально прозрачным, на самом деле как бы подсвечиваем для заказчиков, как одно из преимуществ. Вот, мы еще поговорим, я расскажу, почему из преимуществ. На текущий момент действительно так, у нас Сием это единственный компонент, который мы используем от федпаки вендора, зарубежный, зарубежный, вот, но надо иметь ввиду, что у нас при этом есть два, так скажем, крыла, первое это МДР, второе это классический там МСС сок, вот, сейчас мы их объединили и в рамках позиционирования, да, и в рамках процессов и технологий, вот, но с точки зрения пайплайна обработки событий, то, что касается МДР, оно не приземляется в этот федпаке, Сиема, оно, как бы, работает на некой связке там, опен-сорса плюс собственных доработок, но, надеюсь, пока говорю надеюсь, почему, потому что очень большая, как бы, большой объем работы предстоит по переносу того самого контента, да, и, как бы, это тоже одна из, там, может быть, проблем, что, создавая вот это качество на уровне детекта, как бы, да, покрывая как можно больше сценариев, ты становишься заложником, как бы, той платформы, на которой ты его реализовал, потому что он не переносится, там, простым конвертированием, да, там, и так далее, вот, поэтому для нас, мы потратили несколько человеко-лет, как бы, да, на написание, вот, то есть это займет какое-то время перенос, займет какое-то время тестирования, отладка всей цепочки, потому что, ну, мы не можем просто так, вот, как бы, взять и перейти в прот на наших заказчиков, да, на системе, которые еще не тестированы, но, как бы, весь технологический стэк, там, IRP, SOC портал, USK портал, там, всякие сервис порталы, своя EDR платформа в полный рост, в общем, своя TI платформа, ну, вот, только CM, как бы, пока на текущий момент от внешнего, внешнего игрока. Какие дают это преимущества и почему, наверное, в это идем? То есть мы точно никого не призываем идти по тому же самому пути, это, скорее, такой сложный, рутинный, и путь, да, такой тернистый, почему? Потому что, являясь SOC-ом, твоя ключевая экспертиза все-таки на Threat Detection, да, там, на реагирование. Вот твоя core-компетенция. Разработка, это не то, чем ты должен заниматься, как бы, да, я не говорю сейчас про написание скриптов, про какие-то простые автоматизации, я говорю про именно такую enterprise-разработку. Вот, и для нас это, скорее, такая, определенные накладные расходы, причем, мы прекрасно понимаем, какие проблемы сейчас есть в части поиска разработчиков, удержания, как бы, да, стоимости этих разработчиков, то есть разработка, в принципе, не дешевое удовольствие, у нас сейчас больше 10 человек, которые занимаются разработкой только инструментов SOC, не считая, как бы, того, что EDA разрабатывает отдельная команда, TI разрабатывает отдельная команда, то есть разработка неких портальных решений, и любой из нас, из вас, может конвертировать это в себестоимость в течение года, вот, поэтому для, сначала, что это дает нам, а потом, как бы, кому бы я бы рекомендовал, наверное, не рекомендовал, каким-то таким путем, для нас, это первая, как бы, да, независимость, причем, мы же понимаем, что для нас, как бы, SOC, как сервис, это коммерческий, как бы, коммерческая услуга, и она, как сказать, состоит из определенных затрат, то есть, когда мы выставляем ценник конечного заказчика, да, мы ориентируемся на себестоимость всех составляющих, да, естественно, как бы, в любой коммерческой организации, как бы, основная цель максимизация прибыли, вот, соответственно, мы видим, если что, совокупная, там, стоимость лицензии на какой-то компонент превышает, уже, как бы, целесообразность, вернее так, мы целесообразнее уже вести разработку внутри, и она становится оправданной, но в тот момент мы принимаем решение, как бы, разработки этого компонента внутри. Чтобы делать то же самое в интерпрайзе, ты должен, как бы, либо иметь очень большую инфраструктуру, и такие заказчики, как бы, тоже, я думаю, что у всех на слуху, всем известны, вот, ты должен иметь возможность держать достаточно приличную команду в штате, потому что мы знаем, что организация достаточно просто выбивать, там, капекс, опекс, иногда в миллиардах, иногда в сотнях миллионов, но достаточно сложно нанять еще пять человек для того, чтобы просто, как бы, выполнять операционные задачи, там, в рамках СОКа, да, вот, поэтому здесь я бы не рекомендовал организациям, для которых безопасность не является профильной деятельностью, вкладываться в разработку, здесь, наверное, как бы, с точки зрения риск-ориентированной модели, проще покупать уже готовые решения, неважно, как бы, там, моновендорные, я имею в виду, с точки зрения СОАРа, слэша, РП, СИЕМа, и так далее, то есть, чтобы и ИТИ-платформа, либо от разных игроков и собирать какое-то решение такое комбинированное, но я бы не стал брать на себя такие риски, потому что кто-то, кто-то привык делать на опенсорсе, да, но потом решают проблемы, связанные с удержанием этого персонала, там, есть один человек, который являлся архитектором, хорошо понимал все взаимосвязи, человек уходит, все это потом превращается в тыку, то есть, мне это чаще напоминает такое интересное, увлекательное путешествие, как бы, да, где перемещение в пространстве как бы важнее результаты, да, ну, никого не останавливаем, но, как бы, надо понимать все риски, для нас, как бы, ключевое, это то, что мы хотим владеть технологией, в том числе, потому что у нас есть еще одно направление, это сукбилдинг, и мы хотим строить соки на базе своего технологического стека, мы сейчас называем это сокплатформ, вот, и еще один из важных моментов, наверное, два, это гибкость, то есть, мы можем реализовать все идеи, которые нам необходимы, и реализовать их максимально быстро, мы не делаем в продуктах, ни в одном из этих компонентов, как бы, то, что нам, как бы, не нужно в операционной работе, то есть, если мы берем там любой СИЭМ, это сразу там из коробки, там, поддержка какого-то количества источников, но на самом деле, который ни один коммерческий сок, нормальный, использовать не будет, да, вот мы, собственно, понимаем, что в этой части, там, мы сами пишем все эти коннекторы, мы бы не использовали их от СИЭМа, да, у нас пайплайн обработки событий отличается, мы используем на предфильтрации, там, агрегации, там, свои компоненты, опять же, то есть, нам не нужно все это от коробочного СИЭМа, мы не используем подсистему отчетности, например, которая могла бы быть внутри СИЭМа, у нас это внутри сокпортала, мы не используем workflow в рамках реагирования на инциденты, оно у нас в другой платформе, и в итоге остается, что нам нужен от СИЭМа только корреляционный движок, вот, а, как бы, такой СИЭМ ты, вот, как отдельный продукт никому не продашь, потому что он не представляет из себя законченного продукта, который можно интегрировать в какую-то инфраструктуру, ну, а нам другого не нужно, потому что мы смотрим на, так сказать, на законченное решение, как бы, и реализуем, как бы, в каждом компоненте только то, что помогает нам автоматизировать весь процесс от получения событий, до, соответственно, уже выдачи конкретной аналитики, там, или реагирования в сторону заказчика. Отлично, мы как-то так очень плотно поговорили, получается, мы пошли, подошли к финалу нашей дискуссии, но, наверное, последний вопрос я задам, вот ты упомянул про экономику и про бизнес-интересы, и, собственно, про планируемую там услугу сокбилдинг, которая будет активно развиваться. Не значит ли это, что Бизон планирует выйти вот на рынок, я не назову это Сиемов, скорее там на рынок сокплатформ, продавая то, что вы написали, именно как продукт, создавая конкуренцию там, другим российским игрокам Сиемов, которые у нас существуют? Ну, давай сделаем так, пусть будет это публично, я впервые об этом скажу, хотя на самом деле мы, как сказать, в общениях с заказчиками, с партнерами, как бы, да, об этом, собственно, не раз уже говорили, и, соответственно, у нас даже есть опыт реализации нескольких таких вот проектов, все они на территории, как сказать, за пределами России, да, вот, и сейчас у нас по плане есть несколько проектов на 2020 год, 22-й, 22-й, да, видимо, я еще в 2019-м живу, потому что в прошлый раз был в 2019-м году на Суфоруме, вот, и у нас есть определенные условия, чего мы точно не делаем, то есть, как бы, да, мы здесь не пытаемся составлять конкуренцию ни в коем случае, как бы, системным интеграторам, которые привыкли реализовать такие проекты, мы не составляем конкуренцию вендорам отдельно взятых продуктов, я уже объяснил, почему, там, Сиемам, АРП, потому что отдельно взятая АРП, наверное, всегда будет лучше, чем наша АРП, ну, во всяком случае, сейчас это так, вот, но мы, как бы, позволяем заказчику, здесь, скорее всего, мы, с точки зрения заказчиков, рассматриваем либо крупные холдинговые структуры, либо крупных операторов связи, там, сервис-провайдеров, которым нужен сок, и в интересах, как бы, защиты собственной инфраструктуры, и для оказания услуг, ДЗО, каким-то ведомством, подведом, да, оказания услуг на рынок, почему, потому что мы говорим, вот готовая платформа, на базе которой мы оказываем услугу, мы вам не рассказываем о том, что можно собрать из этого, из этого, вот мы берем все, что мы имеем, разворачиваем это у вас, оказываем, готовы оказывать услугу на этой платформе, готовы сформировать, как бы, воркштатную структуру, требования к ролям, как бы, помочь нанять ключевых людей, которые потом наймут, или отцебеседуют людей на все остальные позиции, дальше, в рамках воркшопов, обучить их, там, теоретической части, с практическими шагами, следующий момент, так как у нас, АРП федеративная, она позволяет, как бы, работать одновременно и нашей команде, и команде заказчика, которого к этому моменту было нанято, обучено, одновременно, над одними и теми же инцидентами, по сути, постепенно, постепенно, с точки по готовности специалистов, как бы, забирать уже, там, какой-то процент инцидентов, заказчик самостоятельно приобретает эту экспертизу, и мы уже переходим в формат вендора, который поддерживает это решение. Ну, наверное, сразу отмечу, да, что такое решение, там, обладает, как с вами преимущественно, с точки зрения того, что ты быстро можешь получить результат, ну, у нас это, там, Cloud Native инфраструктура, она, там, живет в Кубере, как бы, все это очень быстро разворачивается, быстро масштабируется, вот, как бы, наши специалисты готовы быстро подключиться, и, соответственно, как бы, от точки ноль до момента, как бы, оказания услуги, там, от трех, там, месяцев до полугода, там, свой сок строить, причем, не просто с точки зрения интеграции каких-то инструментов, подключения источников, но с обучением, с написанием контента, ну, ты сам прекрасно знаешь, что по-хорошему, для выхода на более-менее нормальный уровень, это до полутора лет, здесь ты получаешь это, там, в пять, в пять, шесть раз быстрее, вот, и, но, как бы, из недостатков, которые нам пытаются, как сказать, или которые мы слышим, да, это то, что это вендор лог, то есть ты получаешь решение от одного вендора, а здесь мы говорим о следующем, как бы, у вас есть несколько альтернатив, ну, давай я приведу две экстремальные, первая экстремальная, это пять, подходим к финалу, да, я очень быстро, первый экстремальный случай, это ты пять лет занимаешься интеграцией, написанием, обучением, там, все время удержания специалистов, вот, и, как бы, через пять лет, приходишь, выходишь на какой-то новый цикл, когда технологии устаревают, и так далее, ты не получил результата, которого ты ожидал, ну, во всяком случае, мы это с вами, второй вариант, это стратегически понимаешь, что я готов с этим вендором, как бы, да, сервис-провайдером поработать на протяжении пять лет, там, переходить на другую технологию, и, на мой взгляд, это вполне нормальный подход, потому что мы же не меняем, там, межсетевые экраны каждый год, мы тоже так же доверяем какому-то вендору на периметре, но понимаем, что через пять лет мы, скорее всего, эту технологию, там, поменяем на что-то, на что-то другое, даже если в рамках одного вендора, просто меняется поколение конкретных решений, поэтому, на наш взгляд, это не существенный риск, которым, в некоторых случаях, там, могут, можно, можно пожертвовать, или принять. Понял, спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы завершаем интервью с Муслимом Меджелумовым, директором блока управляемых серверов, опять же, сервисов компании Bizon, который поделился очень, кстати, интересными планами одного из тех, наверное, трех игроков, которых сегодня упоминали на форуме, который завоюет весь российский рынок соков и подамут под себя всех остальных. Большое спасибо. Спасибо. Мы вновь встречаемся в студии SOC Live и у меня в гостях Владимир Зуев, начальник отдела корпоративного центра взаимодействия с Госсопкой, Россельхозбанк. Владимир, добрый день. Добрый день. И, Владимир, у меня вопрос, касающийся как раз взаимодействия с Госсопкой, насколько в условиях, наверное, далеко не все организации так или иначе взаимодействуют с Госсопкой и существует там множество различных мифов, заблуждений, касающихся взаимодействия с НКЦКИ и так далее. Вот насколько эффективно идет взаимодействие с НКЦКИ, что вам дает Госсопка того, чего, например, вы не могли бы получить самостоятельно выстраивая такого рода услуги, внутренние услуги или того, что вам не дает, например, Финцерт? Самое первое, что сразу приходит на ум, это дополнительный канал получения разнообразной информации. Причем речь идет не только непосредственно о каких-то индикаторах компрометации или бюллетенях обуязвимости, которые, естественно, тоже приходят. Но это, если можно так выразиться, информация об окружающей обстановке. То есть, когда мы один субъект, мы в своей конкретной сфере, мы можем какие-то горизонтальные взаимодействия наладить, но, например, когда где-то всплывает какая-то утечка, и она там, например, где-то дропнули базу каких-то банковских карт, и мы там что-то видим, и не всегда мы можем сразу понять, а вообще стоит ли нам так сильно реагировать на это. Мы можем обратиться к коллегам, запросить у них информацию, и зачастую они уже в курсе того, откуда это ушло, по каким каналам, куда лучше посмотреть, и стоит ли вообще беспокоиться. То есть, вот в этом моменте есть своя дополнительная ценность, которую на рынке, наверное, где-то даже можно найти за деньги, но и то объем неочевидный. И плюс киберучение, вот это вот, повышение, как бы просто перепроверка подготовки своих ребят на каких-то базовых кейсах. Понятно, что есть какие-то коммерческие полигоны, все вот эти форматы, но вот дополнительная возможность просто на предоставленной инфраструктуре без каких-то вовлечений в изменение собственной инфры зайти, потестировать какие-то сценарии, которые, может быть, мы так легко не воспроизведем у себя, получить фидбэк, причем не какой-то оценочно-осуждающий, а именно консультационный, конструктивный диалог. И это вот такие два основных столпа, которые видятся качественным улучшением нашей работы. Понимаю, что вопрос может быть не очень корректный, но насколько можно сравнивать вот в этой части по этим двум направлениям деятельность финцерта и госсопки. То есть вы же как финансовая организация обязаны взаимодействовать с финцертом, с госсопкой, у вас, я так понимаю, все равно прямое взаимодействие, не как у многих других банков, через финцерт, поэтому вы можете сравнивать. Можно как-то сравнить, что лучше, что хуже работает вот в этих двух каналах, потому что для многих до сих пор далеко не всегда очевидно подключение к НКЦКИ напрямую, когда есть возможность отдавать данные только через финцерт. Да, здесь затруднительно, конечно, будет прямо в лоб сделать сравнение, чем-то, конечно, да, это похоже и, возможно, можно и для себя задаться в какой-то момент вопросом, почему так выбрано, а не иначе. Да, я даже, наверное, затрудняюсь ответить именно, как их сравнить, потому что немного другой формат взаимодействия, то есть, когда формировался наш корпоративный центр, финцерт уже существовал и были налажены какие-то взаимодействия, а мы именно вот в разрезе взаимодействия с СОПКой просто как-то более плотно, что ли, с ними вот спрелись, грубо говоря, поэтому, да, мы просто, по сути, вот в какой-то части дублируем информацию, где-то получаем ее оттуда и можем как-то ее сравнивать, обогащать друг с другом, ну, это, да, это просто два немного разных подхода к реализации, по сути, примерно для них те же мероприятия. А насколько сейчас автоматизировано взаимодействие с НКЦКИ? То есть, можно ли его вот целиком полностью отдать на откуп каким-то там скриптам или неким программным компонентам или все-таки требуется вовлечение человека и отдельная некая роль, которая будет формировать эти там карточки инцидентов, отправлять их в НКЦКИ через личный кабинет или, может быть, через API сразу и СИЭМу туда их можно отдавать? Мы, можно сказать, уже максимально близко к этому, то есть наша IRP-система уже вот-вот будет готова, уже мы можно считать, через пару недель начнем тестировать коннектор и тогда у нас как бы оно уйдет в полностью автоматизированное взаимодействие. Сейчас пока мы работаем в личном кабинете, который у нас создан со стороны Гуссопки, где ребята в рамках разбора инцидентов формируют карточки и туда направляют. Но уже близко. Отлично. А вот если говорить про Гуссопку, то можно ли вот сейчас за то время, что она существует и за то время, что вы к ней подключены, сказать, что вот благодаря Гуссопке банк, например, не пострадал от какой-то там вредоносной программы, от какого-то нарушителя, не понес какой-то ущерб, то есть вот что-то измеримое может, там можно чем-то поделиться, насколько это возможно, вот, или пока там банк и так сам по себе заищен, вот, поэтому не было случаев, когда информация от Гуссопки вот прямо вас спасла, спасла от чего-то такого, к чему вы не были готовы. Мне кажется, что здесь можно сказать, что возможно, чего-то конкретно измеримого нет, но на дистанции, именно за счет в целом обогащения в тех или иных ситуациях дополнительной информацией, да, участия в тренингах, просто какого-то рабочего взаимодействия, когда специалист может позвонить коллеге и просто проконсультироваться, а что вот здесь, какие-то конкретные детали, вот я думаю, это дает просто импакт за счет накопления каких-то знаний и просто более лучшей адаптации системы защиты именно на уровне информационного обмена. А вот если опять же проводить сравнение с коммерчиками TI вендорами, можно ли например сказать, что вот мы подключились к Гуссопке, получаем от них соответственно бюллетени с угрозами с нарушителями, с индикаторами, с уязвимостями и нам в общем-то и не надо оплачивать какие-то коммерческие решения. Здесь наверное нужно смотреть более детально, то есть то, что можно точно сказать, это возможность передать СОПку какое-то свое адресное пространство и поставить вам дополнительный мониторинг за счет сил Госсопки, это несомненный плюс, потому что бывает, что можно получить какую-то информацию, подчистить адресное пространство или просто уладить какую-то юридическую коллизию с разрывом договоров с провайдерами. То есть здесь точно это плюс насчет индикатора потока фидов. Тут нужно смотреть, не готов ответить. фидов А вот если говорить об автоматизации, которую вы упомянули ранее, вот эти коннекторы вы пишете самостоятельно или это опять же какая-то отечественная разработка, которая позволяет вам автоматизировать процесс? Да, это отечественная разработка. Здесь пока с нашей стороны не требуется дополнительного ресурса по R&D. То есть тут почти коробочное. То есть допиливают под нас, но в целом это такой функционал, который отечественные решения предоставляют по рынку. А если не секрет, вот если там такой блиц-анализ тех индикаторов, что присылает Госсопка, насколько там велика доля там российских грубо говоря нарушителей по сравнению там с зарубежными? Вот откуда больше всего атакует сегодня там российский банк? Из-за рубежа или из России? Хороший вопрос тут, да, нужно вкопаться в детали. Но по ощущениям сильного крена в одну или в другую сторону нет. Возможно отечественное адресное пространство выглядит более, кажется более объемным, потому что любой инцидент, который приходит с отечественного IP-адреса, он грубо говоря более детально изучается, потому что всегда есть вероятность, что это наш клиент и какие-то резкие движения в отношении него нельзя осуществлять. А да, иностранные IP-адреса они просто более грубые от всех проходят. То есть не могу сказать, кто преобладает по ощущениям поровну. А вот опять же продолжая тему с бюллетенями, там от НКСК приходит именно информация по таким атомарным индикаторам в виде там IP-шников, там хэши, возможно, домены, а вот именно по компаниям или по нарушителям такого нет, чтобы вам сказали. Вот сейчас мы зафиксировали там атаку Лазарус на российские банки, или вот сейчас там винти-групп из Китая атакуют российские организации. Вот такой уровень TI предоставляется госсопкой или пока предоставляется, то есть несколько раз нам приходили прямо бюллетени, которые по факту такие экспресс-отчеты представляют собой, то есть там помимо вот этих атомарных индикаторов, там описание каких-то самых очевидных техник применяемых, плюс какая-то обвязка просто логическая, что зачем следует, чтобы понимать контекст тех или иных действий злоумышленника, то есть фиды бывают разной глубины, начиная от обычных роков, заканчивая почти отчетами физическими. И наверное в финале такой последний вопрос, каким вы видите дальнейшее взаимодействие с госсопкой, то есть вот если посмотреть на историю взаимодействия наверное с любым коммерческим вендором, ну как минимум с зарубежными, хотя и российские сейчас подтягиваются, у них есть такое понятие родмэп, когда всегда известно, что вендор предложит через полгода, на этот срок какие там новые фичи появятся в продуктах или там в сервисах и так далее. Вот по НКЦКИ говорят ли вам, что мы через полгода запустим какой-нибудь новый инструмент, вот сегодня или вчера представитель НКЦКИ сказал, что вот будет очередная версия личного кабинета, тестовый доступ и так далее. Вот есть какие-то такие вот прям инновационные штуки, которые НКЦКИ предлагает или предложит в каком-то обозримом будущем, чтобы там наши слушатели сказали, блин, я вот столько времени игнорировал НКЦКИ, теперь хочу попробовать посмотреть, что мне предоставит Гуссотка. На скидку не могу помнить, что были прям такие конкретные роудмапы или какие-то спозиционированные точно расширения. Может быть там сценарий киберучений, которые они там говорят, мы вот через три месяца запустим новый сценарий, приглашаем вас. Такое было, да, вот изначально, когда запускались текущие киберучения, которые идут, да, нам заблаговременно пришел сценарий этих учений, и мы для себя поняли, что нам абсолютно точно это интересно, несмотря, может быть, на какие-то необходимости адаптации инфраструктуры нашей, чтобы в них поучаствовать, но в целом можно считать, что это того стоило. Тот же национальный мультисканер, да, можно потестировать. Поэтому есть, да, инструментарий как бы расширяется, как организационно, так и технически, поэтому в целом, ну да, мы ожидаем, что что-то точно будет интересненькое. А киберучения это не штабные штуки, это именно технические вещи, которые требуют от действия на инфраструктуре специалистов, которые что-то там детектируют, там реагируют и так далее. Да, это такого формата обследования защищенности предоставленной инфраструктурой и потом уже действия по парированию инцидентов, грубо говоря. То есть там такой достаточно разнообразный спектр активности. Понял. Большое спасибо. Уважаемые зрители, у нас в гостях был Владимир Зуев, начальник отдела корпоративного центра Госсопки Россельхозбанка. Владимир, большое спасибо за ответы. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова